Проектирование и строительство тротуаров в сельских округах. Пока позволяет погода, темпы работ нужно наращивать. Основное внимание глава Анапы поручил уделять дорожкам, по которым ходят дети, в школу и детсад. Уже готовы проекты по улицам Советской и Крымской в станице Гостогаевской, а также мира в селе Витязева. Правовое управление администрации города готовит исковые заявления на снос объектов, возведенных с нарушением правил землепользования и застройки. Это коснется зданий на улицах Центральная в селе Суко и Лесная в селе Большой Утриш. Еще одна задача, поставленная Юрием Поляковым, провести ревизию сети общественных туалетов в городе и на пляжных территориях. Все они должны быть включены в дислокацию. То, что касается туалетов по городу, Анжела Анатольевна, вот я полтора года здесь, я слушаю за какие-то судебные дела по туалетам по городу. Ну в городе должны быть туалеты. Ну у нас будет единовременно находиться 600 тысяч человек. То есть о туалетах, которые мы говорим на пляжных территориях, Олеся Павловна, это вопрос номер один по готовке к курортному сезону. То же самое работа туалетов для граждан, которые ходят по городу. То же самое задействованы должны быть туалеты, которые есть в Мупаку, что они там стоят, они просто не работают. То есть надо принять все для того, чтобы в городе в сезон работали туалеты. И не только в сезон. Люди же жалуются постоянно. Давайте схему дислокацию туалетов и давайте займемся этим вопросом. Проведены работы по благоустройству и укреплению конструкции пешеходного моста через реку Анапку. Сегодня его покрасили специалисты объединения курортных услуг. А перед управлением торговли поставлена задача провести ревизию всех анапских улиц. Цель проверки – выявить всю несанкционированную рекламу на объектах потребительской сферы. Я говорил за подготовить по всем улицам ревизии, сделать всех объектов потребительской сферы. Сделано частично. Поэтому поручение мое не выполняется. Взять объяснительные с заместителя и с начальника управления. Почему поручения главы не выполняются в течение года? Вот примерно так. По поручению Юрия Полякова сформирована рабочая группа по выявлению незаконных сбросов хозяйственно-бытовых стоков в селе Суко. В ее состав вошли специалисты администрации Субсехского округа, управления муниципального контроля и жилищно-коммунального хозяйства. Водоканала Роспотребнадзора. За неделю было проверено более 90 домов. Было выявлено 13 нарушений. Работа эта будет продолжена на постоянной основе. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.